Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гузев. В селе Полковниково Алтайского края достроили новый газопровод. Теперь доступ к голубому топливу появился у всех жителей. 9 февраля – Международный день стоматолога. В преддверии праздника наша съемочная группа встретилась с барнаульским стоматологом Олегом Боришаком. Секреты профессионального мастерства в выпуске. Масштабная выставка «Баруновский пленэр» открылась в арт-галерее Щетининых. Благодаря гранту губернатора художники участвовали в творческой поездке. Что получилось по итогам? Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию. Обсуждались роль региона в подготовке кадров для экономики и социальной сферы страны. В рамках заседания выступили руководители регионов, представителей высшей школы, в том числе ректоры российских университетов и руководители научных организаций. По итогам заседания Владимир Путин дал целый ряд указаний по увеличению объемов финансирования вузов, изменению полномочий региональных властей и формированию научно-образовательных центров. Виктор Томенко отметил, что такой центр создан в Алтайском крае. И это уже основа для того, чтобы продемонстрировать свои результаты, показать свою эффективность и претендовать и на гранты федеральные, и на другие меры какого-то государственного участия. Все это в конечном итоге должно способствовать тому, что будут готовиться кадры, которые в состоянии заниматься вопросами сегодняшнего дня. И это очень важно, это основное направление деятельности наших организаций учебных, но и кадры, которые смогут заглянуть или быть готовыми к решению задач уже дня даже завтрашнего, а возможно и послезавтрашнего. В селе Полковниково Алтайского края достроили новый газопровод. Теперь доступ к голубому топливу появился у всех жителей. Подробности у нашей съемочной группы. Газификация села Полковниково началась в 2010 году, однако тогда полностью обеспечить газом все село не удалось. Доступ к топливу получили 179 домов из 313. Строительство нового газопровода в Полковниково завершили в конце прошлого года и теперь все домовладельцы села могут подключиться к газу. Можно сказать, жители дождались долгожданный газ в свои дома. Куст газа осуществили, но потребителей подключилось. Мало людей уже приготовились к зиме, то есть завезли уголь дрова. Я думаю, что в весенне-летний период основная масса потребителей будет подключена здесь. Теперь общая протяженность газовых сетей в селе более 22 километров. Семья Борисковых подключения ждала с 2010 года. Это их первая зима с газом. Пока подключили только плиту. Отопление будут проводить весной, но говорят, разница уже заметна. Пять кубов набежало у нас примерно за сколько? За месяц где-то. Это вот только плита у нас. Но это копейки. Стоимость объекта 25 миллионов рублей. Его построили по федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». С появлением нового газопровода в нашем регионе 17 населенных пунктов на 100% обеспечены доступом к газу. В Министерстве строительства и ЖКХ пояснили, что так теперь будет при газификации каждого села. Стараемся планировать газификацию Алтайского края, чтобы если газ зашел в населенный пункт, обеспечить 100% возможность подключения домовладений к газу. Из бюджета всех уровней в Алтайском крае на газификацию в 2020 году выделили порядка 900 миллионов рублей. В этом году газ начнут прокладывать в селах Зонального, Троицкого, Бийского и Красногорского районов. Иван Горбатов, Антон Червяков, Новости. В Алтайском крае задержали и осудили телефонного мошенника, выдававшего себя за сотрудника железной дороги. Жертвами злоумышленника стали реальные работники железнодорожного транспорта. 32-летний житель Читы, ранее судимый за подобные преступления, разработал нехитрую криминальную схему. Он звонил работникам железной дороги, представлялся их знакомым коллегам и, если ему верили, просил срочно оказать финансовую помощь, перевести деньги на карту. Так ему удалось убедить пострадавшую из Бийска перевести 10 тысяч рублей, а пострадавшую из Барнаула – 17 тысяч рублей. Полиции удалось установить личность звонившего. Его задержали в Алтайском крае, где он был проездом. Суд признал мужчину виновным и осудил на три года строгого режима. Также сотрудники уголовного розыска установили, что на полученные деньги подозреваемый приобрел билеты до Москвы, съездил в столицу и направлялся обратно за Байкальский край. 9 февраля – Международный день стоматолога. В преддверии праздника наша съемочная группа встретилась с барнаульским стоматологом Олегом Орешака. О секретах профессионального мастерства узнаете в следующем сюжете. Стоматология – одна из самых быстро развивающихся профессий. Об этом не понаслышке знает Олег Орешака. В профессии он 24 года, закончил Алтайский государственный медицинский университет, сейчас уже сам имеет докторскую степень. Но ни на секунду не перестает учиться у своих коллег. У нас вообще в клинике очень принят консилиум, то есть сложные клинические случаи. Мы разбираем коллегиально, когда присутствует врач-стоматолог-ортопед, терапевт, хирург, а зачастую ортодонт. Только тогда можно получить положительные результаты лечения. Нельзя закрываться в отдельном кабинете, нельзя абстрагироваться в нашей специальности. Не надо стесняться консультаций, не надо стесняться обсуждений. Это только плюс в нашей работе. Олег Орешака в профессии 24 часа в сутки. Когда не работает в клинике, посвящает время науке. За 21 год преподавательской работы в Алтайском медицинском университете он со своими учениками защитил 8 кандидатских диссертаций. Сейчас готовятся еще две. Ученики ценят педагога за его практические умения. Это очень заметно. Мне повезло с таким преподавателем, потому что я могу не только что-то спросить у него в теории, но и увидеть именно саму работу, как он это делает, и научиться этому. Вместе с учениками Олег Орешака разработал и внедрил 15 инновационных методов и технологий по профилактике, диагностике и лечению заболеваний. Они используются по всей стране. Часть из них направлены на улучшение адаптации пациентов к зубным протезам. Что-то внутреннее заставляет совмещать и работу в университете, и практику. Но на самом деле я считаю, что научная деятельность, преподавательская деятельность, она только стимулирует профессиональное развитие. И я думаю, что мои успехи в практике, они во многом еще и зависят от моей преподавательской научной деятельности. Олег Орешака уверен, что в ежедневной практике и есть залог успеха стоматолога. Он всегда открыт для новых технологий, которые может и трудно изучить, но результат их использования – счастливые улыбки пациентов. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. 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 За месяц в команде Алтай Баскет сменился уже третий руководитель. Теперь коллектив возглавил Виталий Мантлер. Две недели назад руководство клубом было возложено на бывшего журналиста нашего телеканала Дмитрия Гладких. Из-за разногласий с министром спорта Алексеем Перфильевым Алтай Баскет покинул Павел Тулин. Виталий Мантлер уже руководил клубом, уволился по семейным обстоятельствам в мае прошлого года. В начале января ему предложили вернуться. Да, я знал. Я знал, потому что предложение было практически сразу после Нового года. Но она не носила на тот момент капитальный характер. Мне задали вопросы, интересно ли мне это, готов ли я. Я взял паузу и думал. Встретили хорошо. Все ребята на позитиве. Все очень довольны. Да, я знал. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше интересных новостей вы найдете на сайте нашего телеканала katun24.ru, а также в группах в наших социальных сетях. Смотрите телеканал katun24 и хороших вам выходных.